Девушки отдыхают Девушки отдыхают Компания Acumatica Мы продуктовая компания Мы делаем ERP-системы для малого и среднего бизнеса То есть это система управления предприятием Как SAP, как 1С У нас такая облачная система И последние два года мы занимаемся тем Что внедряем статический анализ И всякие прикольные штуки Для улучшения продуктивности разработки И все на базе Roslin, конечно же Я думаю, что все так или иначе Видели официальный логотип Roslin У каждого серьезного проекта должен быть логотип Но с моей точки зрения Логотип Roslin Скорее должен выглядеть как-то вот так Потому что обычно В примерах из документации и блогов Показывают только вот эту маленькую верхушку А когда начинаешь использовать его В реальной жизни на продакшн-задачах Сталкиваешься с большим количеством Подводных камней, которые там внизу И которые нигде не описаны И об этом мы сегодня и поговорим Мы не будем учиться писать простые анализаторы Кодфиксы Мы посмотрим на реальный опыт На подводные камни при работе с Roslin Далеко за пределами Hello World Поговорим о том, как полноценно интегрировать Статический анализ на базе Roslin В ваш процесс разработки В работу с Legacy кодом Интеграцию с CI-системами и так далее И посмотрим, как еще более ускорить процесс разработки Используя Roslin для всяких прикольных штук Типа рефакторинга, создания своего интеллисенс Подсветки кода и так далее На текущий момент мы в Ocumatic Закончили на том, что мы написали Около 70 статических анализаторов 28 кодфиксов И полноценный экстеншн к Visual Studio Который делает всякие интересные вещи Типа подсветки синтаксиса для DSL Форматирование кода на этом DSL Навигацию по коду Outlining, то есть collapse, expand Visual Studio И все это используется Это все использует Roslin Это статический анализ У нас в компании входит в definition of done То есть любой pull request с бизнес-логикой Так или иначе должен этот статический анализ пройти Плюс все решения компаний-партнеров Которые они выкладывают к нам в Marketplace Они также проходят этот статический анализ В своем докладе я буду использовать примеры Так что если у кого-то там есть с собой ноутбук Можете скачать, посмотреть В конце доклада я также приведу ссылку Чтобы не потерялось Потом еще посмотрите Как у нас все начиналось? Началось все, конечно, с идеи У нас были вот такие предпосылки Компании уже 11 лет Основной продукт очень большой Большая кодовая база И специфика нашего продукта в том, что Мы предоставляем некий фреймворк Как компания 1С дает свой фреймворк Компания SAP Имеет свой собственный язык ABAP Также у нас есть своя платформа И на этой платформе люди пишут Свою прикладную бизнес-логику И нужно как-то проверять то, что они написали Насколько это соответствует нашим правилам И тут, к сожалению, возникают всякие разные проблемы Во-первых, naming conventions Мы периодически их используем в нашем фреймворке Приводит это к печальным вещам Человек опечатался в каком-то месте Бац, перестало работать Непонятно почему Ошибки типа copy and paste Какой разработчик не копипастит код Со стек оверфлоу С каких-нибудь тренингов, документацией блогов И наши партнеры, разработчики в компаниях-партнерах Это постоянно делают Сложно запомнить все правила фреймворка Есть документация, понятное дело Но в голову начинающим разработчикам Часто не помещается Они что-то делают не так И фишка в том, что в отличие от 1S или SAP У которых есть свой собственный скриптовый язык Вся наша бизнес-логика пишется на C-sharp С одной стороны это очень большая гибкость А с другой стороны можно легко выстрелить себе в ногу Сделав что-то не так И мы эти правила не можем формализовать на уровне языка Отсюда трата времени на дебаг регулярная Я думаю, что все сталкивались с такой ситуацией Какой-то глупый баг Это, наверное, Linux Может быть, вообще JIT перестал работать Да, на самом деле что-то там в коде Чуть-чуть не так написал Плюс у нас много внешних разработчиков То есть компании-партнеры Они по всему миру раскиданы С вами в офисе не сидят Как-то научить их нормально сложно И контролировать их работу тоже И отсюда вытекает сертификация решений этих партнеров И раньше она была ручная То есть человек сидел Ему приходил какой-то solution Он его глазками смотрел Отсюда возникало сразу много проблем Глаз замыливается А статические анализаторы Они, в отличие от невыспавшегося разработчика После четвертой чашки кофе Легко все находят Казалось бы, идеальный кейс Опять же, ошибки типа copy and paste У человека глаз замылился Статический анализатор быстро все нашел Плюс, как известно Ошибки, найденные на этапе девелопмента Они гораздо дешевле Чем те, которые найдены на этапе QA Или тем более в продакшн И тут подвернулось хорошее место Чтобы попробовать все это дело У нас начался внутрикомпанийский хакатон То есть у нас была целая ночь Можно было там спокойно все это закодить Мы тогда два года назад Слышали про Рослин буквально краем уха И решили попробовать И тут надо отдать должное создателям Рослин Что даже не читав особо документацию Особо не готовясь Мы за 24 часа написали Вот примерно там 12 анализаторов 8 кодфиксов и подсветку кода И API Рослин, оно настолько хорошее, понятное И в этой концепции мутабельности Там очень сложно выстрелить себе в ногу В принципе все понятно Идея супер, там судьям все понравилось Мы заняли первое место И отоспавшись решили прогнать наши анализаторы На реальном коде То есть мы показывали какой-то там Демо-солюшн судьям А тут мы взяли реальный проект Один из нескольких Там было 400 тысяч строчек кода Прогнали на нем анализаторы И получилось, что мы нашли 2000 ошибок В продакшн-коде Который уже работает, уже оттестирован Как же так? Как вы думаете, почему такое может быть? Какие варианты есть? Нет, недалеко были люди от правды То есть нужно использовать TDD Очевидно, надо писать много тестов Как оказалось, у нас было очень много того Что называется false positive срабатывание Когда код на самом деле корректный А ваш анализатор в нем что-то находит И тут TDD, это самый подходящий концепт Потому что в отличие от многих других вещей С анализаторами все очень просто Вам не нужно там проектировать Какие-то там классы и так далее У вас уже готовая структура есть Вам нужно просто найти примеры Когда анализатор должен срабатывать И когда анализатор не должен срабатывать И использовать их для тестов И давайте рассмотрим такой пример Как вы, наверное, знаете Microsoft говорит, что Кидать exception в методе dispose Это не очень хорошо Потому что dispose обычно вызывается В конструкциях типа finally Где никто exception не ожидает И отдельную логику там пишут редко Поэтому обычно показывается warning У Microsoft такой warning есть Вот давайте рассмотрим такой анализатор И вот все привыкли писать тесты на то Что анализатор что-то находит в коде Как в этом примере Что мы тут кидаем exception Вот мы его нашли Но с точки зрения статического анализа Гораздо более важно еще писать тесты на то Что анализатор не находит ошибки Вот в таких неожиданных местах Так называемые негативные тесты Потому что для конечных пользователей Нет ничего хуже белого шума То есть когда они видят в коде Какие-то странные диагностики Которые на самом деле не должны показываться Это снижает ценность статического анализа Как такового Второй момент Это то, что нужно писать реально много кейсов Например, вы пишете анализатор Который анализирует классы И у вас сразу же возникают Всякие странные случаи Про которые вы могли не подумать Бывают там partial классы Бывают nested классы Это можно не учесть Реально нужно очень много кейсов Третья тонкость Это тестовый фреймворк Roslyn требует очень много boilerplate Для того, чтобы протестировать ваши анализаторы Потому что тестовый фреймворк Он делает очень много вещей Например, он создает новый solution и project на лету Потом он добавляет туда ваши исходники Которые вы используете в тесты И какие-то, может быть, файлы конфигурации После чего он добавляет референсы На MS Core Lib Там нет стандарт На какие-то ваши продуктовые сборки В этот проект И применяет анализатор Собирает полученные диагностики С этих исходников Если у вас был код фикс Он еще прогоняет код фикс Смотрит, что полученные файлы Они корректны Относительно того, что было Но тут неприятной тонкостью является то Что стандартный тестовый фреймворк Который поставляется с Visual Studio Там есть темплей проекта для Roslyn Он работает с MS-тестом Кто у нас сейчас использует MS-тест? Все используют X-unit И даже сам Microsoft использует X-unit И поэтому приходится это все переписывать Городить какие-то огороды Писать все с нуля В итоге тест выглядит как-то так Аккуратненько, коротенько Что мы вскармливаем анализатору файлы Дальше смотрим, в каких строчках что нашлось Тесты мы переписали Теперь получили реально работающие анализаторы Ну и решили их зарелизить Выложили их в Marketplace, в NewGet Как вы, наверное, знаете Есть два варианта поставки анализаторов Есть Visual Studio Extension Который можно поставить, как тот же ReSharper И есть NewGet пакет Который интегрируется непосредственно в MS-билд И вот те клиенты, которые поставили наш NewGet пакет Сказали, что что-то ваши анализаторы из NewGet У нас не ставятся И показали вот такое Сделаю чуть-чуть покрупнее То есть ваши анализаторы зависят от какой-то сборки В которые лежат какие-то типы Все плохо, все падает Мы сейчас вернемся немножко, посмотрим немножко теории Во-первых, кто уже писал анализаторы и код фикса на Rostlin? Может быть смотрел какую-то документацию Вот, отлично Значит, в Rostlin мы обычно работаем с такой моделью На .NET 2017 Питер был хороший доклад от Филиппа на эту тему Можете найти, посмотреть Мы работаем обычно с такой моделью У нас есть так называемый workspace API То есть это solution, проекты, документы в нем Какие-то дополнительные файлики А в анализаторах мы работаем с вот этой частью То есть у нас есть синтаксическая модель Синтаксис языка И есть семантическая информация Например, это классы, методы, свойства То есть какие-то уже сущности в языке Отличные от синтаксиса Так вот, когда мы пишем наши анализаторы Мы обычно сравниваем типы с чем-то Например, мы анализируем класс Хотим проверить, что класс реализует какой-то интерфейс И нам нужно этот тип получить И в Rostlin мы его получаем по полному имени типа И первое же, что приходит на ум Взять и написать вот такую конструкцию Зачем нам хардкодить эти имена типов То есть мы добавили референс на нашу продуктовую сборку Все замечательно, все красиво Но, как выяснилось, это приводит к неожиданным последствиям Анализ начинает ругаться на то, что эти типы вообще не найдены И пытаться разматывать все дерево зависимости То есть если у вас есть сборка А В ней лежат ваши типы Сборка А ссылается на сборки Б и С Казалось бы, сборки Б и С здесь никак не участвуют Но их нужно включить Иначе вы получите вот такие ошибки Вот мы переписали, там потратили много времени Там было 200 типов Привели к такому виду Стали писать больше анализаторов Все больше и больше, новых, сложных Они становятся сложнее И столкнулись с такой вещью Вот вернемся к примеру с нашим анализатором На бросок exception в методе dispose Вот пример кода Microsoft, который реализует этот анализатор Мы берем, регистрируем анализатор с помощью operations API Смотрим, что мы нашли метод Что этот метод действительно метод dispose После чего мы подписываемся на операцию throw На бросок exception И каждый раз, когда мы эту операцию видим Мы репортим диагностику И вот в таком случае все хорошо Да, действительно, все нашлось Все показалось А дальше люди берут и пишут вот примерно такой вот код То есть у вас есть какое-то там свойство Может быть метод Вы его вызываете А внутри уже бросается exception Немножко более сложный анализ И, конечно, такое из коробки просто не находится Надо с этим чего-то делать Потому что это чуть ли не в каждом втором случае требуется К счастью, в Roslin есть такая конструкция C-sharp syntax walker По сути, это визитор, который обходит все синтаксическое дерево И с помощью него можно вот эту цепочку вызовов Соответствующим образом размотать Поэтому мы делаем своего наследника Где подписываемся уже на анализ семантической модели То есть мы подписываемся на анализ сущности типа метод Если это метод dispose То мы на внутренности этого метода натравливаем наш визитор Который уже и найдет бросок exception И покажет диагностику Да, то есть потом делаем наследника Переопределяем метод Как только нашли throw Сразу показываем диагностику Ну, то есть тонкость Потому что если мы вот нашли этот throw Показали на нем диагностику Для пользователя это будет крайне странно Казалось бы, он там смотрит на какой-то геттер Вообще не связанного с dispose кода Да, какой-то property И получает там диагностику И думает, что за фигня Поэтому нам нужно запоминать То место, с которого мы начали Разматывать вот эти вот вызовы И показывать диагностику на нем Давайте посмотрим, как это работает В реальности То есть вот у меня есть Код, который я тестирую Да, который я показывал на слайде Есть анализатор Который на него подписывается И в этом анализаторе мы используем Наш собственный визитор В котором мы работаем как раз С выражениями типа throw Но он наследуется от базового класса В котором вся вкуснотища и собрана На самом-то деле Если мы на него посмотрим Мы увидим, что здесь переопределены Все визиты для всех нод Которые могут переходить в какой-то внешний код Например, invocation expression Вызов метода Или member access expression Обращение к get-through свойств Таких несколько штук Это сеттеры свойств Это вызовы конструкторов Это обращение через знак вопроса и точку То есть conditional access И мы таким образом Эту информацию рекурсивно разматываем Тут есть тонкость, связанная с тем Что мы начинаем работать Уже на стыке синтаксической и семантической модели То есть мы используем и то, и то И тут, естественно, возникают всякие минусы Во-первых, самый первый минус очевидный Этой штуки в Рослине просто нет Недоступны из коробки Это надо писать самостоятельно Второй минус — это сильно ухудшает производительность Представьте, каждый анализатор начинает вот это дерево разматывать Естественно, это все не очень быстро Ну, что поделать, в реальности приходится с этим работать Дальше мы стали писать еще больше анализаторов Все больше, больше, больше Количество подросло к 30 И появилась следующая проблема Представьте, что вы работаете с каким-то фреймворком Например, ASP.NET Core Все же с ASP.NET Core так или иначе работали Там с WebAPI на худой конец Там есть контроллеры И предположим, что мы хотим написать диагностики для контроллеров То есть мы смотрим, что класс — это контроллер Смотрим на то, какие экшены в этом контроллере есть Смотрим на их атрибуты и так далее Таких диагностик много, таких анализаторов много Что мы получаем? Много анализаторов, проверяющих одни и те же конструкции в коде Соответственно, одна и та же семантическая информация О типах собирается много раз подряд Нехорошо Что получаем? Во-первых, проблемы с производительностью Один и тот же код выполняется много-много раз Во-вторых, копипаста одного и того же кода Мы это все из анализатора в анализатор эти проверки переносим Это все нехорошо и не поддерживаем Вот рассмотрим такой пример Вот здесь есть контроллер У него есть root-префикс У него есть какие-то экшены Он размечен атрибутами Есть root, есть http-метод, который для каждого экшена И, предположим, мы хотим это как-то анализировать В этом случае мы создадим свою собственную семантическую модель Для данной конкретной предметной области То есть мы сделаем контроллер-модул, который будет хранить там road-префикс Рослиновскую семантическую информацию о классе и набор экшенов И в каждом экшене тоже есть информация о предметной области То есть http-метод и road Дальше мы сделаем агрегирующий анализатор, который строит эту семантическую модель Но он строит ее только один раз То есть мы в коде нашли вот этот контроллер Один раз эту информацию собрали, построили, все хорошо А дальше он уже запускает несколько дочерних анализаторов Передавая им готовую собранную семантическую модель Давайте посмотрим Предположим, у нас есть такой анализатор И в жизни такой пример кода Мы видим, что здесь есть контроллер, в нем есть два экшена Эти экшены совпадают полностью У них одинаковый http-метод, одинаковый route Это нехорошо Отличный пример для статического анализа Поэтому у нас есть анализатор, который это проверяет Находит такие случаи Давайте посмотрим, как это работает в коде Запускаем юнит-тест И, естественно, первое, куда мы попадаем В наш агрегирующий анализатор Который один на все проверки И здесь мы получаем эту самую семантическую модель То есть мы получили наш класс, в котором уже есть Вся нужная нам для анализа информация У нас есть route-префикс, у нас есть набор экшенов Мы видим http-метод каждого экшена Видим его route и так далее И после этого мы просто в параллель С помощью parallel for each запускаем все анализаторы Которые у нас есть И попадаем вот в анализатор, который уже По сути не содержит никакого даже Рослиновского кода Он уже работает с объектами предметной области В данном случае с экшенами в контроллере Таким образом Мы сэкономили На ресурсах в плане производительности И сэкономили немножко кода Перестали копипастить Дальше мы наступили на грабли Нам потребовался Rostlin SDK версии 2.0 Для использования Operations API в анализаторах Но была тонкость в том, что мы поддерживаем Разные версии Visual Studio Там 15, 17, 19 Поднимите руки, на 15 студии еще есть кто-нибудь? Вот, вот мы для таких людей старались И, к сожалению, оказалось все не так просто Мы хотели эти новые фичи Но каждая версия Rostlin SDK требует Определенную минимальную версию Visual Studio Хотите поддерживать несколько версий Visual Studio Вы обречены работать со старым SDK То есть в нашем случае Самой-самой первой версии Rostlin Которая вышла еще в 15 году За 4 года там уже много чего поменялось Взяли, написали анализаторы На последней версии Rostlin Например, на третьей Они просто не будут работать в старых версиях Visual Studio Есть такая табличка соответствия Здесь видно, что последняя версия поддерживается только в 19 студии То есть приходится работать со старой версией всегда Это если мы действительно интегрируемся в Visual Studio Для показа вот этого в R-листе То есть понятно, что можно запустить анализ отдельно Написать отдельную консольную тулзу, которая его запустит Но хочется все-таки интегрироваться с разными IDE Вторая вещь — это DLL-Hell Казалось бы, на дворе 2019 год DLL-Hell уже должен быть забыт, как страшный сон Но нет К примеру, мы пишем какой-то анализатор И хотим там использовать файли конфигурации В виде JSON Мы берем Newtonsoft.json, чтобы его попарсить Обычное решение Но фишка в том, что студия несет с собой Свой собственный Newtonsoft.json Как и многие другие библиотеки Например, там Common Service Locator И версии, конечно же, не совпадают А мы ставим наш экстеншн в разные версии Visual Studio Соответственно, там разные версии этих библиотек Фигня, да? Казалось бы, берем app.config, пишем туда binding.redirect Все замечательно работает Но нет Проблема в том, что у нас нет app.config Мы, по сути, такой плагинчик, который интегрируется в app.domen Visual Studio Соответственно, единственный app.config, который у нас есть Это app.config самой же Visual Studio Понятно, что его, конечно же, можно пропатчить Найти там поинсталлированную Visual Studio Но это как-то нехорошо Поэтому проще смириться и такие библиотеки просто выкинуть Хотя их, на самом деле, не так уж и мало Потом мы это все написали Нужно внедрить статический анализ в процесс разработки и тестирования Он делится на две части Во-первых, когда разработчик что-то пишет в IDE Он хочет видеть диагностики в своей IDE Для документа, который он сейчас редактирует Во-вторых, хочется проверять всю кодовую базу В рамках continuous integration И тут сразу возникают сложности Как вы думаете, какая самая первая и самая большая сложность? Варианты Ладно, не буду вас томить Это, конечно же, legacy код Который работал уже 65 миллионов лет Работал непонятно как И даже если в нем есть какие-то ошибки Править его, ну, боязно, мягко говоря Вторая проблема — это false positive срабатывание Как бы вы идеально не писали ваши анализаторы Там все равно будут какие-то баги И так или иначе пользователи с ними столкнутся И захочется эти важные случаи каким-то образом выключить И третье — это когда есть какой-нибудь там warning, например Человек написал какой-то код И он уверен, что он написал его правильно И он хочет выключить эту диагностику В данном конкретном месте Какие варианты у нас есть? Давайте рассмотрим варианты от Microsoft Во-первых, это, конечно же, rule set file Это XML файлик, который кладется в csproj И в нем определяются такие вот правила Что мы берем какую-то диагностику И говорим, что с ней делать То есть он позволяет полностью выключить определенные диагностики Можно изменить severity диагностики Например, там, error превратить в warning Но тут сразу очевидный минус Невозможно выключить диагностику в каком-то определенном месте То есть вы конкретный анализатор выключаете на весь проект целиком Что не очень удобно, конечно Второй вариант — это pragma Этот механизм, его прямо некоторые IDE Типа Visual Studio показывают в коде Можно автоматически эту pragму туда засунуть Но сразу виден главный минус Pragma warning disable 219 Что 219? Кому 219? Те, у кого есть ReSharper, им повезло ReSharper хотя бы комментарий туда вставляет Очевидный минус Придется эти pragмы запихать в весь существующий код Соответственно, потеряем history и blame Плюс много места в коде Две строчки на каждое подавление диагностики Ну и сильно выделяется по форматированию Многие считают, что это просто плохо выглядит в коде Потом есть suppress message attribute Если кто-то читал исходники Net Framework Там это очень часто используется самим Microsoft Мы вешаем атрибут на какое-то место в коде Например, на сборку, на метод, на класс И пишем категорию этих анализаторов И сам ID-шник диагностики Но очевидно, опять же, придется эти атрибуты запихать в существующий код Но самый большой минус — это то, что мы не можем отключить диагностику В каком-то конкретном месте Минимальный scope — это метод То есть можно диагностику во всем методе целиком выключить Стандартные средства не подходят Что можно изобрести? Во-первых, suppression file То есть мы берем, тоже подкладываем в csprosh специальный файлик, как с ruleset Но он гораздо более гранулярный Мы берем и в каждой записи пишем Во-первых, ID-шник диагностики, который мы выключаем Во-вторых, контекст, в котором мы работаем Например, метод, класс, property И само место, на котором диагностика зарепорчена Конкретный комментарий, конкретная синтаксическая нода Таким образом, мы полностью отвязываемся от номеров строчек От какого-то форматирования Даже если вы перенесли класс из файла в файл Все равно позиция сохраняется Мы можем найти Мы его кладем в csprosh со специальным build-action additional files Не так давно появился Сейчас объясню, почему Давайте еще раз посмотрим на вот эту диаграмму с моделью Roslin Как вы можете видеть, здесь не так уж много сущностей В частности, в проекте есть только документы и additional files Потому что анализаторы работают очень тесно с компилятором И ничего не знают про всякие там embedded ресурсы и так далее Вот, и поэтому с точки зрения Roslin есть только документы То есть компилируемый код на C-Sharp или Visual Basic И additional documents Куда можно запихнуть произвольный текст Вот мы так и запихнем Получается, что текущий код менять не надо Просто положить дополнительный файлик Но из коробки Roslin это не поддерживает Придется писать с нуля Вот, и получаем низкую наглядность Да, при код-ревью там видим, что в файле что-то поменялось Но сопоставить с конкретным местом в коде невозможно Какой еще есть вариант? Code comments Да, все, наверное, видели, кто, может быть, пользует ReSharper В ReSharper это есть Да, можно с помощью комментария выключить диагностику Очень удобно С точки зрения модели Roslin опять же доступно У нас есть синтаксическое дерево К каждой ноде привязана так называемая тривия Это то, что не важно для компилятора Там комментарии, регионы какие-то и так далее Но оно доступно через Roslin API Комментарии не занимают много места в коде Одна строчка не выделяется из общего форматирования Комментарий как комментарий И при код-ревью сразу видно, что человек в конкретном месте что-то выключил Но опять же нужно их напихать в существующий код Получается, идеального решения нет И опять же писать с нуля Получается, что мы пришли к тому, что используем микс из этих двух методов Legacy code и false positive срабатывание мы обрабатываем вот этим suppression файликом Который мы автоматически генерируем То есть мы прогоняем все анализаторы на существующей кодовой базе Получаем suppression файлик И знаем, что вот этот чистый лист с этого момента Все новые диагностики, которые у нас появились Это вот уже люди что-то сломали Все остальное обрабатывается код-комментс Давайте посмотрим демку Демка очень простая Наверное, вы в курсе, что какое-то время назад в ядре линукса Какие-то нехорошие люди поменяли все плохие комментарии со словом фак на что-то приличное Типа хаг или хек И вот у меня написан такой же анализатор Который ищет такие невежливые комментарии И показывает диагностику, что такие слова запрещены И как вы можете видеть, здесь появляется такая менюшка Quick Actions Стандартная в студии Сбегая вперед, скажу, что это не только в студии работает Это я просто так демонстрирую И здесь появилось два пункта, которые добавляет мой код Во-первых, это подавить диагностику с помощью комментария Если я нажму, бац, вставился комментарий, диагностика пропала, больше нет И второй вариант — это подавить диагностику в suppression файле Если я нажму, у меня в solution студия подумает Сгенерится документик Мы увидим, что вот диагностика пропала И сгенерился такой вот файл В котором мы видим, что вот у нас есть suppression То есть у нас есть ID-шник диагностики И контекст, в котором она найдена Она перестала показываться Как это работает с точки зрения кода? Вот есть этот анализатор, который это все в коде находит Но в отличие от стандартного анализатора Мы используем специальный метод Report Diagnostic with Suppression Check Это extension метод наш, он похож на Рослиновский И что он делает внутри? Поскольку в Рослине все иммутабельно То есть всякие коллекции иммутабельные и так далее Наши классы тоже будут иммутабельными Мы используем Suppression Manager, которому скармливаем options В options на самом деле лежит одна единственная вещь Это те самые additional files, которые мы добавили в проект То есть по факту наш suppression файл там будет Мы его сможем оттуда достать И мы наши suppression менеджеры кэшируем Потому что мы боремся за потребление памяти Боремся за перформанс Анализаторы это высоконагруженное место Поэтому мы делаем такой вот хак Мы используем специальную коллекцию Conditional Week Table Это коллекция из System Runtime Compiler Services Которая работает на weak references На слабых ссылках Чтобы не нагружать garbage collector И избежать большого количества локаций Мы это кэшируем по набору additional файлов Чтобы их не перечитывать заново Мы создали этот suppression manager И дальше проверяем, что, во-первых, у нас Эта конкретная диагностика Она не находится в suppression файле Во-вторых, мы проверяем, что на ней нет suppression комментария Если одно из двух условий не выполнилось Мы ее показываем Можно посмотреть, что Проверяем, например, комментарий Мы получаем всю тривию, которая привязана К синтаксическому токену И дальше начинаем смотреть, что там нету комментария Который совпадает по формату С нашим suppression комментариям Это первая часть Вторая часть Ну, это то, что касается именно анализа Вторая часть — это кодфикс провайдер То есть то, что вы видели в Visual Studio И вот эти вот Красивые quick-action, которые здесь показываются Это все добавляется с помощью Так называемого кодфикс провайдера Он генерический То есть мы регистрируем один кодфикс провайдер На все анализаторы, которые у нас есть Потому что он по факту делает общую логику Мы собираем все диагностики Которые у нас могут встретиться в Солюшене И регистрируем два кодфикса Во-первых, кодфикс для Сопресса в файле И во-вторых, сопресс в комментариях На сопресс файле он очень простой Мы берем, формируем новый текст Сопрэшн документа Дописывая в конец нужную XML ноду А дальше смотрим, что если Если в Солюшене нету сопрэшн файла Вернее, в проекте, мы его создаем Опять же через Rostlin API То есть это никак не привязано к Visual Studio Никак не привязано к MS Build Это все чистые абстракции Rostlin Это работает во многих других IDE А если файлик есть, мы просто заменяем его текст И возвращаем измененный Солюшен Потому что с иммутабельной модель Мы ничего не модифицируем Мы возвращаем новые версии всех этих штук И примерно такая же история с сопрэшн комментарием Мы просто берем и в коде дописываем Комментарий к тому, что у нас есть Создаем новую синтакс Trivia Дописываем его к токену И возвращаем измененный документ Дальше возникает вопрос Вот мы это все сделали Мы написали кучу анализаторов У нас уже все хорошо работает Нам надо это как-то встроить в процесс Continuous Integration Есть простой вариант Мы берем NewGet пакет с нашими анализаторами И ставим его во все проекты Но если у вас анализаторы реально сложные Они там занимают много времени То ваш билд начинает разрастаться по времени Что неприемлемо Поэтому есть второй вариант С Visual Studio идет такой вот проект Он называется Standalone код анализистул По факту это консольное приложение Которое позволяет запускать анализаторы На произвольных исходниках То есть оно внутри загружает solution Применяет к нему анализаторы На выходе получаете отчетик Что там поломалось Можно интегрировать с любой системой Continuous Integration Это что касается статического анализа Что еще можно делать с помощью Rostlin Понятно, что статическим анализом Дело не ограничивается Во-первых, есть три факторинга Она тоже показывается в Visual Studio Превратить какой-нибудь Property с Backing Field в Auto Property и так далее Можно массово менять код В случае обновления API К примеру, когда Find and Replace не работает Вы там поменяли API У вас куча проектов, которые завязаны На структуру ваших классов Можно массово это все обновить Через Rostlin Написав любые проверки Расширение IntelliSense Например, у вас есть какой-то DSL Можно написать свой собственный IntelliSense, который будет с ним работать То же самое подсветка синтаксиса Навигация по коду Можно открывать разные документы С помощью Rostlin И делать outlining То есть collapse, expand Отдельных сущностей в коде Давайте посмотрим на такой пример Кто из вас пользовался Или хотя бы слышал Про фреймворк Dapper ОРМ Вот, отлично Как вы знаете Там можно писать SQL-запросы прямо SQL Как строковый литерал И это, конечно, не очень удобно И в этом случае Очень прикольно было бы Иметь IntelliSense Который бы подсказывал Нужные конструкции SQL И показывал какие-нибудь Свойства, таблицы и так далее И вот давайте посмотрим на такой пример У меня есть проект В нем есть Ну, такая мини-версия Хабра Тут есть пользователи И есть посты То есть это два таких DTO-класса Для работы с базой данных А тут есть какие-то XML-комментарии На свойствах На вот эти классы И есть метод как раз Ой, сори, сори, сори Сейчас Извиняюсь Вот Есть такой solution Здесь есть DTO-классы Да, вот есть пользователь Есть пост И какие-то комментарии К отдельным свойствам Есть метод query Да, то есть мы начинаем писать Какой-то код с даппером Сейчас сделаю немножко покрупнее Чтобы лучше было видно И вот начинает появляться Наш IntelliSense Select Какие-то конструкции И видно, что здесь подтянулись Все поля И все классы Которые вот у нас есть в solution Обратите внимание Что я выбираю, например, title Там был XML-комментарий Он показывается таким тул-типом Видно, что тут показывается Я нажимаю enter И автоматически Вставляется уже Поэскейпленный вариант Да, в квадратных скобках Там, предположим, я какие-то поля Понадобавлял там Title, PostContent From Здесь показывается уже набор таблиц Да, с другой иконкой Видно, что мы тут что-то поселектили Вот Такие штуки можно делать наросленно Как оно работает внутри На самом деле написать это можно Буквально за 15 минут Есть специальный класс Который называется Completion Provider Открою большой секрет Тот IntelliSense, который идет Вместе с Visual Studio Он написан точно таким же образом Он использует те же самые API Можно на него посмотреть Он в open source Мы говорим, что это действительно IntelliSense Provider Для языка C Sharp И переопределяем пару методов Во-первых, когда наш IntelliSense Должен показываться Есть разные варианты Я выбрал явный вызов IntelliSense То есть Control Space Мы нажимаем IntelliSense показывается И когда пользователь вводит Новый сим Дальше мы Переопределяем метод ProvideCompletionSync Где и показываем наши подсказки Вначале мы проводим Некоторый базовый анализ Мы смотрим, что Наша синтаксическая нода Это вызов метода Что этот метод Это метод даппера То есть мы проверяем, что Это действительно даппер Что это метод query Что это не generic метод Вот, возвращаемся И дальше мы даем системе понять Что мы хотим показывать Только наши completion items То есть только наш IntelliSense Provider Должен быть в этом контексте задействован Дальше мы смотрим В какой позиции мы находимся Потому что IntelliSense Может быть вызван Где-то посередине И собираем Из всего проекта Информацию о DTO классах То есть мы собрали Все их свойства Чтобы показать их В IntelliSense Дальше собственно Начинается Самая вкусная часть Мы уже показываем Пользователю конкретные Item То есть если у нас Ничего еще не было Строчка пустая Показываем слово select И метим его Специальным тегом Keyword Такая абстракция На самом деле Visual Studio Превращает это в иконку Покажется соответствующая Иконка для ключевого слова Ну тут дальше Нехитрая логика Где мы Напихиваем Различные элементы В этот список IntelliSense Но для свойств Для свойств классов Мы еще добавляем XML комментарий Специальным свойством Сюда Он нам потребуется позже Да Мы эти айтемы добавили Дальше есть два метода Которые реализуют Во-первых Тултипа GetDescriptionAsync То есть когда вы навели Курсор на этот айтем Вам показывается Тултип И вот мы здесь Возвращаем этот тултип То есть мы вынимаем XML комментарий И показываем его пользователю И второй Это GetChangeAsync Когда вы нажали Enter То есть выбрали Конкретный айтем Что IDE вставит Вместо Вот этого текста Да И здесь мы берем Имя поля Смотрим, что это действительно Поле Да, property И впихиваем Квадратные скобки Вот Как-то так оно и работает Второй пример Который я хочу вам показать Сейчас, секунду Это Навигация Навигация по коду Предположим Предположим, что у нас Есть такой вот Демонстрационный Солюшен В котором есть Два проекта Это проект С исходниками И проект С юнит-тестами Типичная структура Разбиения И бывает Очень удобно Когда мы Смотрим на какой-то Класс И хотим сразу Посмотреть Юнит-тесты Которые к нему Привязаны Это можно с помощью Рослина сделать Написав такой вот Плагинчик Опять же Здесь появляется Менюшка Quick Actions Здесь появляется Пункт, который Мы добавили Go to unit tests Мы его нажимаем Бац IDE автоматически Открывает Нужный документ С соответствующим Тестовым файликом Там курсор В нужное место Ставят Это все тоже Чистый Рослин Здесь нету Никакой интеграции С Visual Studio Вообще Если посмотреть В код То Мы увидим Что Опять же Здесь все построено На провайдерах Был там IntelliSense провайдер Здесь теперь Неожиданно Код рефакторинг Провайдера С точки зрения Рослина Это на самом деле Рефакторинг Просто он ничего Не рефакторит Во-первых Мы его регистрируем То есть мы Понимаем Где стоит курсор Смотрим Что там есть Определяем Что это класс Если не класс Не регистрируем И дальше Мы пытаемся Во всем Солюшене Найти Соответствующий Класс с тестами То есть мы берем Название Типа Добавляем К нему слово Тест И начинаем Перебирать Все проекты Которые есть Солюшене И пытаться Там этот тип Найти Опять же С помощью Стандартных Рослиновских Методов Предположим Мы его нашли Дальше мы Добываем Синтаксическую Ноду Для этого Класса Из ноды Добываем Позицию В документе И потом Добываем Собственно Сам документ То есть у нас Есть синтаксическое Дерево документа В нем есть путь Из-за воркспейса Сапи В проекте Находим Соответствующий Документ И просто Добавляем Рефакторинг Используя Здесь такой Специальный Код экшен Навигэйшен Код экшен Куда передаем Айдишник документа Который мы хотим Открыть И позицию В этом документе И каждый Рефакторинг И каждый Код фикс В Рослине Он возвращает Некий набор Вот этих Код экшен Которые Каким-то образом Что-то делают С документом С Солюшеном Ну или вообще Что-то делают Вот И мы возвращаем Набор операций В нашем случае Мы возвращаем Одну Единственную операцию Документ Навигэйшен Оперейшен Это встроенная В Рослине Операция В которой мы Передаем Айдишник документа И позицию После этого Айдэ Автоматически Открывает Нужный документ Понятно Что конечно Не все так хорошо Как написано В абстракциях Потому что Если мы посмотрим На поддержку Этого всего Этих всех крутых штук В Айдэ Это все пока что Не так хорошо Потому что На самом деле Единственная Айдэ Которая поддерживает Вообще все Что есть в Рослин Это Visual Studio Естественно Да Microsoft Рослин писали под себя Понятно Что анализаторы Кодфиксы Можно упаковать В Newget И тогда Их можно подключить В Raider Плюс Есть Visual Studio Code Да Есть OmniSharp OmniSharp Пошел Другим путем В OmniSharp Берется Visual Studio Extension Он просто Разархивируется Это обычный ZIP-файл Оттуда Выдираются DLL И OmniSharp Умеет подключать Например Рефакторинги Таким образом Потому что С точки зрения Всего API Они никак Как это IDE Не зависит В принципе Все что я показал Там IntelliSense Навигация Ничто не мешает Другим IDE Типа Райдера Это поддержать То есть Там реально Никаких завязок На IDE Нету Нужно Просто Добавить Свою Имплементацию Вот этих Абстракций Которые Используют Другие люди Да Наш случай Второй Типичный Пример Вы используете Фреймворк С большим Количеством Подводных Камней Устали наступать На грабли Примеров Куча Да Есть там XUnit В XUnit Написали Свои собственные Анализаторы Есть много Других Фреймворков Да Там ASP.NET Core Web Автофак Какие-то еще Dependency Injection Фреймворки Там это тоже Хорошо заходит Или есть Специфические Требования Кодестайл В прошлом докладе Был пример С нахождением В коде Названий На немецком И на них Тоже с помощью Рослин Ругались Ну и конечно Просто Just for fun Прикольно же Такие штуки писать Вот Рослин в целом В 19-м году Это уже взрослая технология С отличным API Простым Понятным Даже Без особой Документации Много всяких Интересных возможностей Как вы видели За пределами Статического анализа Там Та же навигация Там Те же рефакторинги Интеллисенс Вот Но к сожалению Несмотря на это Для реальных Production сценариев Со статическим анализом Есть недостаток фич Во-первых Нет рекурсивного анализа Который я показывал Нету встроенных Suppression механизмов Они очень лимитированы Надо писать свои И Нету сложного DataFlow анализ То есть Если у вас есть Какие-то переменные Вы там Что-то им поприсваивали Потом Передали их В какой-то метод Например С out аргументами С ref аргументами Отследить с помощью Рослин Это практически невозможно DataFlow анализ Он очень-очень базовый На реальную жизнь Плохо ложится Но все равно В нашем случае Мы получили Хорошие бенефиты Ошибки находятся раньше Да Девелоперы сразу При написании кода Видят Ошибки справляют Ошибок в продакшне меньше Уменьшилось время Сидения в дебагере Раньше регулярно Что-то дебажили Ходили там Друг другу помогали Сейчас этого стало меньше Потому что Сразу видно В чем проблема Но самое неожиданное Это то, что разработчики Стали обучаться С помощью этих диагностик То есть Приходит какой-нибудь Джуниор Начинает писать код Что-то делает не так Ему сразу показывается Что он сделал не так Он это запоминает Очень хорошо заходит Особенно там Для людей Которые сидят вне офиса Которых там Сложно как-то менторить И второе Мы полностью автоматизировали Сертификацию Сторонних решений То есть Теперь Не нужен никакой там Код-ревью В таком виде В котором он был Можно просто скормить Солюшен Анализатором И понять Насколько он там Хороший, плохой Насколько он Нашим требованиям Соответствует К сожалению С Рослиным Есть такая Досадная неожиданность Что информации По нему не так уж много Есть некоторое количество Блокпостов Какая-то документация Примеры Но по большей части Они все датируются Где-то там Пятнадцатым годом Шестнадцатым годом Это еще Рослин 1.0 Поэтому Очень рекомендую Книжку Рослин кукбук Там описано Практически все Что можно делать Включая как раз Интеллисенс Всякие сложные сценарии Она есть в интернете Вот Тот метод Которым пользовались мы Когда еще не знали Про книжку Конечно Читали исходники Других проектов Есть Рослин аналайзер С официальной Майкрософтовские Анализаторы Есть анализаторы От fxcop Которые Майкрософт Переписал на Рослин Есть всякие Опенсорс проекты Типа Рослинейтера В 17-м году В Питере От филиппа Он на ютубе есть Очень рекомендую Посмотреть Вот Еще раз Примеры Можно там Скачать Посмотреть Позапускать Что-нибудь К себе Перекопипастить Вот В целом Все Спасибо за внимание Да Владимир Спасибо большое Вопросы Здравствуйте Спасибо за доклад Там у вас В одном месте Где вы На комментарии Анализ Делали Был момент С файликом Suggestions И там Я так полагаю Выводилось То место В котором Нашлось Собственно Нарушение Этого Правила На такого И Если у нас Будет Несколько Таких Одинаковых Просто Строчек Кода Он Уберет Это Везде Или он Как-то Отслеживает В какой Именно Он Отслеживает Контекст Всегда То есть Мало того Что у вас Есть место В котором Диагностика Нашлась Да Какая-то Строчка Ну С точки зрения Рослина Мы не работаем Со строчками Мы работаем С синтаксисом Обычно Синтаксическая Нода У нее Есть еще Привязанная К ней Семантическая Информация Например У вас Есть Метод Какой-нибудь Initialize На нем Показывается Диагностика Вы записали В suppression File То, что Она нашлась На ноде Initialize Но помимо Этого Туда записалась Еще информация О том Что Эта Диагностика Нашлась В конкретном Классе Например В классе А И если у вас Есть класс Б В котором Тоже Есть метод Initialize Который Точно так же Выглядит С точки зрения Текста То там Это С точки зрения Этой модели То есть Да Оно Достаточно Гранулярно Еще Вопросы Спасибо За доклад Можете Рассказать Как вы Мерите Performance То есть Анализатора Как он Влияет На Build И как Часто Вы Мерите Или что Происходит Как Вы Это Исправляете Ну В нашем Случа Все Оказалось Очень Просто Мы Когда Начали Внедрять Это Реально В Продакшн Обязательно Гонять На всех Пулреквестах Выяснилось Что Анализаторы За счет Рекурсивного Анализа Кода Они Не Быстрые У нас Полный Анализ Солюшена Занимает 2,5 Часа На машине С 4 ядрами И 16 гигами Оперативки Соответственно В Build Это включать Никак Нельзя Никто Не будет Ждать Build Длиной 2,5 Часа Поэтому В нашем случае Даже Как-то Мерить Особо Не пришлось У нас Не было Других Вариантов Кроме Как Вынести Это Во внешний Тест Но С другой Стороны Когда Вы Это Используете При написании Кода У вас Обычно IDE Она Анализирует Только Текущий Документ Она Не Анализирует Весь Солюшен Целиком Даже Тот Солюшен White Analysis Который Есть Visual Studio Его Обычно Все Выключают Потому Что Даже Со Стандартными Анализаторами Он Сильно Тормозит А Если Вы Анализируете Только Текущий Документ Даже С учетом Того Что Анализатор Ходит В Другие Документы Разматывает Цепочки Вызов Оно Работает Быстро Мы Конкретные Метрики Не меряем Но Мы Постоянно Приемочное Тестирование Осуществляем Смотрим Ставим Visual Studio Как Других Влияющих Факторов Visual Studio Большая Штука Много Чего Влияет Померить Только Наш Кусок Сложен Мы Гоняли И Использовали Benchmark .NET Как Раз Спасибо Акиншину Который Тут Тоже Есть Для Того Чтобы Решить Проблемы С Агрегирующими Анализаторами Мы Смотрели Насколько Быстрее Запускать В Параллель Или Запускать Последовательно Так Мерили Но Это Не Показывает Реальную Картину Потому Что В Реальности Вы Все Равно Интегрируетесь Или В Rider Или В Visual Studio И Там Все Работает Совсем По-другому Например Visual Studio Совершенно Другая Модель Асинхронности У них Свой Таск Скедулер Соответственно Весь ТПЛ Работает Не так Как Вы Ожидаете Поэтому Сложно Померить Друзья У нас Есть Еще Время На Несколько Вопросов Спасибо За Доклад Не Знал О Таких Возможно А Вот Возможно Ли Не Дешевле Ли Было Бо Использовать Sonar Или Sonar Cube Для Того Чтобы Проводить Статический Анализ Кода Вот Как С Этим Коррелируется Или Не Совсем В Тему Нет Ну Какие Это Платные Продукты Дело В том Что У нас Статический Анализ Он Очень Специфичен То есть Мы Не Анализируем Как Б Качество Продуктов В целом С точки Зрения Каких Нибудь Потенциальных Нал Референс Эксепшенс Или Что Такого Что Обычно Ищут Проекты Типа PVS Studio Того же Sonara Решарпера Мы Пишем Анализаторы Именно Под Наш Фреймворк То есть У нас Есть Свой Фреймворк Есть Четкие Правила Что Можно Делать Что Нельзя Делать И Соответственно Взяв Совершенно Любой Продукт Нам Пришлось Быть Анализаторы Писать То есть Нам Пришлось Бы Привязываться Либо К Рослину Либо К Модели Экстеншенов Какого-то Стороннего Продукта Мы Конечно Выбрали Рослину Потому Что Он Опен Сорс По нему Много Информации Нет Вендор Лог Сильного В этом Плане Вот Всегда Можно Что-то Поменять Отправить Пул Реквест Команде Рослину Нам Это Показалось Выгоднее И Возможно Еще Кто-то Захотел Вопрос Задать Ну Раз Время Осталось Такой Шкурный Вопрос Достаточно Насколько Реально Открыть Файл Не Находящийся В Солюшене То есть Произвольный Файл В системе Контент С помощью С помощью Рослина Реально Вообще То есть У Рослина У него Его модель Workspace API Она Начинается С уровня Солюшена Там Практически Нет информации Про Пути к файлам Что-то Такое Он Сильно Абстрагирован От Хаста От Файловой Системы В целом Вот Но В таких Случаях Чаще всего Проще Интегрироваться С IDE То есть Использовать Либо Visual Студийное API Либо Крайдеру Плагин Написать Потому что Это Просто не укладывается В ту модель Которую Рослина Использует Потому что Рослина На самом деле С точки зрения Работы с файлами Умеет не так уж Много Есть файлы С исходным кодом Документы Так называемые Есть additional Files Которые должны Иметь специальный Build Action Поэтому Даже если у вас Есть какие-то файлы Которые Например Помечены Как Embedded Ресурс Из Рослина Вы их Просто Не увидите Я даже Больше Скажу Если вы С помощью Рослина Добавляете Вот этот Additional File Динамически То там Есть баг 15 Года В Visual Studio Которая До сих пор Не починена Что вы Его Как бы Добавили Но Visual Studio Ему Этот Build Action Не проставил Он получает Build Action None И как только Рослин Свои мутабельные Модели Обновляет Вы этот Файлик Теряете Поэтому Например В реальной Жизни У нас В проекте Мы используем Visual Studio API Чтобы Эту Багу Обойти То есть С помощью Модели CS Proge Проставить Нужный Build Action Здравствуйте Владимир Спасибо За доклад У меня Вот вопрос Такой А Инкрементальный Анализ У вас присутствует? Какой еще раз? Инкрементальный Нет К сожалению Инкрементального Анализа Нет И это связано Именно со Спецификой Рослин То есть В рамках своего Анализа Сильно зажаты В абстракции Которые он Предоставляет И Понятно Что он внутри Он Насколько я помню Он это Оптимизирует То есть Там есть Некоторый вид Инкрементального Анализа Но Он Весьма Условный То есть На самом деле Вся эта Мутабельная модель Она перестраивается При каждом Изменении То есть Вы грубо говоря Ввели там Два символа В документ И после этого Ну Visual Studio Точно Она перестраивает Всю эту Мутабельную модель Понятно Что не целиком Да Чтобы память Сэкономить Вот Но Это имеет Некоторые Перформанс Ограничения А если В рамках Continuous Интегрешн Это проводить Мы сейчас Пытаемся Это как-то решить Но Сейчас пока что Нет хорошего решения У нас тоже Стоит такая проблема Да Люди присылают Пол реквест Хочется Проанализировать Только то что они там Поменяли Но Понятное дело Что любое изменение Оно может зааффектить Что угодно В solution Вообще Вот И тоже из коробки Никакого способа нету То есть Придется что-то свое Изобретать И еще такой вот Маленький вопрос У вас там Был пример Когда вы искали Слово Фак В комментариях И Можно ли Ну Там Я так понимаю Он полностью Строку Искал Прям Внутри Класса И так далее Можно ли Написать Правила Конкретные Чтобы Найти все Факи И их Исключить Ну Вы имеете ввиду Вообще Везде В смысле Не только В комментариях А вообще Везде По коду Можно Микрофон Не слышно Я имею ввиду Чтобы была Возможность Какие-то правила Указывать Не только Вот конкретно Мы ищем Это И только Тут А какие-то Кастомные Помазки Искать И прочее Ну Помазки Это скорее Наверное В сторону Регэкс Куда-то Надо копать Потому что С точки зрения Ростлина Вы работаете С синтаксисом И синтаксис Он типизированный То есть Есть там синтаксис Типа там Объявление метода Есть какие-то Токены И Так или иначе Вам придется Это все равно Разматывать в текст Дальше там Регэкс Память чего-нибудь Искать И потом Обратно На ноды Эти диагностики Спасибо